Каждая пятая казахстанская семья не может иметь детей. По критериям Всемирной Организации Здравоохранения ситуация критическая. Причем именно показатели мужского бесплодия превышают все допустимые нормы. По словам врачей, проблему создают сами мужчины. Как правило, они посещают врачей два раза реже, чем женщины. А несвоевременная диагностика и лечение половых инфекций — главные причины бесплодия. Кроме того, современные представители сильного пола ведут далеко неактивный и нездоровый образ жизни. Медики рекомендуют мужчинам позаботиться и о питании. Не злоупотреблять жирной пищей с высоким задержанием холестерина и животные жиры лучше заменить на растительные. Возрос тот факт, когда люди стали бесконтрольно использовать лекарства. Злоупотребление алкоголем, различными легкими наркотиками и та часть людей, которые проходят курсы лечения, очень часто не до конца их заканчивают. Медики уверены, начиная уже с раннего возраста, лет с пяти мальчиков надо водить на профилактические осмотры куролога. Естественно, раннее выявление приводит к лучшей диагностике и лучшему лечению данной проблемы. То есть, или это мы лечим запущенную форму, или мы это лечим только вот впервые обнаруженную, причем желательно, конечно. Но не всегда такое, конечно, случается. Это еще и по вине родителей тоже случается. В Казахстане около 20% мужского бесплодия приходится на южные регионы. Врачи также отмечают и устойчивую тенденцию роста женского бесплодия. Но женщина каждые полгода может ходить в врачу, следить за своим здоровьем. И в Казахстане есть несколько госпрограмм по женскому здоровью, а вот по мужскому здоровью пока нет ни одной государственной программы. Айрки Ермек, Жанебег Мимагометов, телеканал Алматы.